Наступивший 2021 год для жителей Болграда особенной столицы украинских болгар отметит 200-летие своего основания. Как известно, в 1821 году с инициативой заложить город выступил председатель попечительного комитета об иностранных колонистах Южной России генерал-лейтенант Иван Никитич Инзов. Первым градоначальником Болграда стал адъютант Инзова Сергей Малевинский. По его инициативе на побережье озера Елпух был заложен парк, который занял более 19 гектаров. Здесь, в зеленой зоне, по личному проекту градоначальника был построен особняк, который наши современники называют домом Малевинского. Здесь была библиотека и бильярдная. Собственно, здесь и находилась летняя резиденция Ивана Никитича. За последние 30 лет это здание пришло в совершенный упадок. В этом году Болградский городской совет планирует восстановить уникальный памятник архитектуры начала 19 века. Городу удалось войти в проект Евросоюза развития и продвижения общего наследия, в котором участвует кроме Болграда муниципалитет города генерал Тошева, Болгария и города Мурфатлар, Румыния. Домик Малевинского, само собой, это то, что, в общем-то, дорого всем, это гордость, это воспоминания детства. Процесс очень долгий. Скажу, что вот мы начинали собирать как-то документы, уже в 2017 году, да, более трех лет. И только сейчас, вот, и в 20 сторон этот проект завершится. Такой цикл, пять лет, это немалый срок. Мы во втором проекте с Мурфатларом и генералом Тошевым, мы учимся, ну, в общем-то, как-то, я думаю, что все у нас получится, потому что работаем командой. Разработка стратегии. Будет издан туристический гид с 30 маршрутами. Понимаете, то есть вот очень много того, что нам потом поможет дальше развивать туризм в Болградском регионе. Частью туристических маршрутов, несомненно, станет дом Малевинского, который будет реставрирован за счет средств Евросоюза. Внешне он будет точно такой же, как он был. Внутреннее убранство будет несколько нарушено, потому что по тем фотографиям, что он есть, мы можем что-то восстановить, но не все у нас немножко получается. Но в 90% он будет восстановлен. В рамках проекта будут восстановлены первый и второй этажи дома Малевинского. Что же будет с подвальным помещением? В старые времена это вообще был подвальный повод. Когда сюда приезжал генерал Инзов, в нем жил Малевинск, это было место летнего отдыха губернатора Инзова. Малевинск его там принимал в этом погребе. Там было очень много вин, набор вин, и из влюбил там отдыхать. Это по исторической справке, что у нас есть. Мы там тоже планируем так же сделать, восстановить тоже вот этот небольшой такой погребок, ну из наших местных вин. Говорю сразу не заводского производства, у нас здесь только лишь вино, которое должно изготавливаться ручным способом. Нет сомнения в том, что жители Болграда осуществят свои планы. За последние годы Болградским городским советом и многими энтузиастами проведена очень большая работа по благоустройству парка, бывшего казенного сада, который сегодня носит имя великого русского поэта. Как известно, Александр Сергеевич Пушкин некоторое время жил в Болграде. Во время своей ссылки на юг России ходит легенда, что в парке он собственноручно посадил дуб, который растет и поныне. Конечно, здесь еще предстоит провести немалый объем работ, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Что касается дома Малевинского, обновленный памятник архитектуры должен быть сдан уже в нынешнем 2021 году, когда жители Болграда будут отмечать 200-летие своего любимого города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ